всем привет сегодня мы копаем картошку на дон фенге мы сегодня копаем ребятушки посмотрим как он придет и было посажено гектар 35 соток где-то 35 из них сгнил от воды от перевлажнения но гектар мы выкопали основную часть я копал на дон фенге 244 g2 кого есть похожие копалки говорят почему рома у меня забивается навсегда спит есть главный момент все зависит от скорости трактор на данном тракторе из 540 и 1000 ребят всю картошку и копал заросшую до 1000 оборотов медленно едешь очень хорошо землю вытрясает только в этом случае у вас не будет забиваться копалка на этом тракторе реально самоудобно копать комфортно все под руками обороты выставил и потихонечку поехал скорость копания ребята чтобы представить это 250 метров у меня один ряд получался и вот он один проход делал ровно за 15-17 минут можно было быстрее но много картошки копалка бы данная засыпала в целом копалка неплохо себя проявила ленту у меня оборвала на тридцатом часу кто-то кинул в огород не арматуру ребята из-за этого конечно мы уже ленту ремонтировали примерно выкопала около четырех с половиной гектар на данной копалке можно конечно сделать подрезные ножи как обязательно нужны резиновые колеса некоторые говорят ой как-то надо удлинять не скажу честно ребята если у вас есть 1000 оборотов ничего удлинять не надо она быстрее чистит всю картошку просто вопрос скорости по дунфенгу по расходу вообще пашенищица вышла там где-то полтора литра в час чувствуется на нем комфорт как он ведет себя уверен на всем ну и также здесь выручала система независимая вома если допустим нагребается спереди у копалочки нажали пол педали сцепление вом работает дальше потом отпустили поехали дальше реально очень классный удобный механизм так как на других тракторах ребятушки приходилось выключать передачу потом встать на нейтраль его включать ну что ж друзья всем привет рад вас снова видеть сегодня мы копаем картошку продолжаем копать картошку осталось примерно 50 соток на дон фенге мы сегодня копаем ребятушки и посмотрим как он это делал и а и и и и и и ну наконец-то выкопал я всю картошку сегодня тематика придет нас на картошка по картошечке основную часть всю процентов 70 я копал на дон фенге 244 g2 ребята и хочу поделиться с вами немножко мнением рассказать какой урожай как копалась как копалка керланд кт-1 выкопав все поле примерно составила чтобы представляли было посажено гектар 35 соток где-то 35 из них смело сгнила просто в ноль от воды от переуложнения это особенно низ моего поля сгнил но гектар мы выкопали ориентировочный вес получится ребята с гектара 15-17 тонн общего картофеля что я хотел сказать по трактору ребята были классные вопросы у кого есть похожие копалка говорят почему рома у меня забивается на стаспель для этих копалок конечно идеально хотелось бы иметь чистое поле тогда она никогда почти забивать но есть главный момент в этом тот момент что все зависит от скорости трактора ребята если у вас завода синтай трактора основном у них первая передача очень быстрая пониженная передача и вон 540 оборотов не успевает ее обрабатывать и выкидывать из-за этого на многих тракторах у кого есть 1000 оборотов или 720 это уже меняет всю картину на данном тракторе есть 540 и 1000 ребят всю картошку и копал заросшую даже сильно только обил и сразу копал можно сказать на 1000 оборотов почему я это делал медленно едешь очень хорошо землю вытрясает реально медленно едет трактор вообще мне нравится g2 да ребята он очень низкоходный очень вот шлифтенку еще 244 c модель тоже очень низкоходная там вообще 540 оборотов ну и тонну еще медленнее чем don feng вы представляете да из-за этого у многих кого и такие трактора у кого первая передача слишком быстро рекомендую на копалке сразу же менять шестерню либо звено и как-то в дело так чтобы она быстрее работала только в этом случае у вас не будет спереди забиваться копалка как он себя проявил как на нем копать честно сказать из всех тракторов на чем копал на этом тракторе реально самоудобно копать честно скажу комфортно все под руками обороты выставил и потихонечку поехал до скорость копания ребята чтобы представить до 250 метров у меня один ряд получался примерно там 200 250 что вы представляли да до самого конца и вот он один проходил ровно за 15-17 минут это очень долго но можно было быстрее но на порядок бы много картошки копалка бы данная засыпала вот ребята и как бы блин решил я лучше опускай медленно но качественнее чтоб картошки было больше сверху чем спрятана над под зельем грубо говоря конечно же еще и погода нам ребята не давала так как было мокро реально очень мокро где под суши супер копала без вопросов всех нареканий в целом копалка неплохо себя проявила друзья еще раз повторюсь лента у меня оборвала на тридцатом часу почему кто-то кинул в огород мне арматуру ребята и она завязалась за один получается пруд и снизу 2 пошла на разрыв и оборвала из-за этого конечно мы уже ленту ремонтировали так как она реально ходит нормально в целом неплохо это копалка выдержала в общем итоге сколько примерно сколько я выкопал на ней в этом году картошки из помогая многим людям как говорится всем помог а когда себя начал делать начиналась проблему же у меня но суть не в этом примерно выкопал я около четырех с половиной гектар на данной копалке скажу честно неплохо себя проявила можно конечно сделать подрезные ножи как и обязательно нужны резиновые колеса так как если буйбочка уваливается под железное колесо или лезет сразу и давит резиновая вомнется и также когда бугор какой-то в камень попадает что она вомнется и поедет дальше резиновые обязательно в целом почему некоторые говорят ой как-то надо удлинять транспортер ну не скажу честно ребята если у вас есть тысячи оборотов ничего менять не надо она просто на порядок быстрее чистить всю картошку просто вопрос скорости то что вы на порядок больше это делать и по дунфенгу да действительно друзья по расходу вообще пашенищеца вышла там я не знаю не знаю для тяжело сказать на за полтора литра в час максимальный расход получился при копании это максимум если не литр двести очень экономичный по комфорту еще раз повторюсь друзья просто космос не это реально правда вам ребята все-таки чувствуется на нем комфорт как он и ведет себя уверен на всем ну и также здесь выручала система независимая вома как я вам говорил чуть-чуть если допустим нагребается спереди у копалочки нажали пол педали сцепление вам работает дальше потом отпустили поехали дальше реально очень классный удобный механизм так как на других тракторах ребятушки приходилось выключать передачу потом встать на нейтраль его включать по трактору вообще вопросов нету пока палки вообще вопросов нету по картошке скажу как есть честно сказать надо этим плотно хорошо заниматься вовремя все вносить и тогда может действительно вы что-то заработать такой результат так что ребята всем хороших урожая всех был рад вас снова видеть всем пока